Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Высшая и найчистейшая форма любви — это божественная любовь, Божья божественная красивая любовь, которой Он делится с нами. По факту, любовь суммирует всю Божью природу. И в 1 Иоанна, 4 главе, 8 стихе мы можем прочесть. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Мы можем научиться любви из Его личной любви. Бог хочет трансформировать нас, чтобы даже Его характер был познан из любви. И наш характер должен быть... Даже наш характер должен определяться, и это определение исходить из Его любви. Он должен включать в себя элементы Его любви. Позвольте нам сначала... Позвольте нам сначала рассмотреть Божьи желания вообще создать человечество. Он в нас не нуждался. И Он знал, чего от нас ожидать. Что Его создание... В большинстве своем принесет Ему печаль и разочарование. Горечь. Но из-за Божьего желания разделить все с нами... Он создал сынов и дочерей. И это тот процесс, которым Он сейчас занят в твоей и моей жизни. Он хочет превратить вас в сыновей и дочерей. А это процесс. Во 2 Коринфянам 6, 18. В 6 главе, стих 18, 2 Коринфянам 6, 18. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», — говорит Господь Вседержитель. Я все соотношу с Писанием. Если вы хотите со мной поспорить на какой-то вопрос, вам надо запастись многими местами Писаний. Иначе вы попадете в проблему. Хорошо. Здесь говорится, я буду вам отцом, а вы будете моими сынами и дочерями. Даже до создания всего. Бог Отец и наш Спаситель Ешуа Мессия знали, Итак, даже до создания всего творения Отец и будущий Спаситель Ешуа Мессия знали, что ради приобретения нас Ему необходимо будет пожертвовать своей жизнью. Это просто очень невмещаемаяся в разум мысль. Можете ли вы просто не думать, подумать об этом? И Писание говорит об этом в разных местах. что до создания всего Бог знал, что будет происходить. И Он все еще знает. И так проявляется Его любовь. Это Его любовь. Я могу даже доказать вам с иврита, что это истина. не буду сейчас этого делать. Но нам с вами необходимо понять, что абсолютно все находится в Божьих руках. У Него есть план. И Он совершает его. И книга «Евреям», 12 глава. «Евреям», 10 глава, 12 стих. «Он же принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». «Евреям», 10, 11. 12. Он желал, и Он был готов отдать самого себя. И мы все знаем это известное местописание Иоанна 3, 16. Это было самое величайшее во все времена проявление любви. Это жертвоприношение, которое совершил Иешуа, Господь, ради каждого из нас. Он возлюбил нас до того, как мы возлюбили Его. И Он возлюбил нас безусловной любовью. Но что новое обо всем любовь, который Иешуа учил Иешуа? Он дал две великие заповеди. Иешуа их провозгласил, и в них не было ничего нового. Фарисеи, саддукеи, все учители Торы знали это. И когда они задали Ему вопрос, и Он дал вот этот ответ, они сказали, да, мы согласны, это правда. Независимо от того, насколько люди считают это правда или нет, в Танахе, если вы рассмотрите, есть очень много мест, которых говорится о любви. И когда обычно люди говорят про Ветхий Завет, о том, что там множество насилия, битв, крови, и все, ничего хорошего там нет. Какое-то время назад я даже слышал такую идею о том, чтобы запретили Библию, потому что она слишком насильственная книга. Но это все лишь концентрация на одном из аспектов, в котором описан Писание. Вы очень сильно удивитесь, если начнете размышлять о том, как много в Ветхом Завете есть мест о любви. Но что отличалось в учении Ишуа в понимании тех времен, в которых он жил? Хорошо, другими словами, что фарисеи и саддукии поняли из тех двух заповедей, которые Ишуа дал? Они поняли что-то, но Ишуа преподнес это так, чтобы они поняли, что они не знают всего. Он пришел и собирался учить их о совершенно новом уровне любви. И он использовал те примеры, которые никогда до этого не использовались, не видели, о том, что есть любовь на самом деле. Давайте рассмотрим их в Писании. Пришли и вопрошали Ишуа о том, что есть величайшими законами, что является величайшим законом. Матфея 22 глава 36 стих. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? И Ишуа ответил 37 стих. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Это ответ, который, в принципе, законники ожидали услышать. И Ишуа цитировал второзаконие 6 главу с 4 по 9 стих он цитировал. И этот отрывок известен как Шма. Это стало еврейским символом веры. И он произносился дважды в день теми, кто считался особо религиозными. Позвольте мне задать вам вопрос. Вы знаете, что слово Шма означает? Лейсон. Это только половина того, что означает слово Шма. Шма означает слушай и выполняй. Вы не можете разделить этих два значения в одном этом слове. Это слово на иврите оно включает в себя два этих аспекта. Слушай и выполняй. Это настоящая Шма. И вы не можете разделить на части. Вы не можете только слушать, но не слушаться. Вы не можете выполнять, если вы не слушаете. это разумно, что вы не будете слушать. Но вам необходимо это понять. Когда Библия нам говорит о слушании, это обязательно включает в себя два аспекта. Слышать ушами, но также слушаться и выполнять. они не могут быть разделены. Ты должен возлюбить своего Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. То есть вся твоя личность, вся твоя сущность должна принадлежать Ему. И как я уже сказал, это был ответ, который ожидали услышать. Но Ишуа идет дальше. И он говорит, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это тоже не была новая заповедь. Он цитировал Левитам 19-ю главу, стих 18-й. Но это выглядело так, что евреи не объединяли в то время эти две заповеди. Они не признавали в этой заповеди как вторую, такую же весомую. Но что Иешуа пытался им сказать было, это то, что ты не можешь исполнять одну, не исполняя другую. Ты не можешь любить Бога и ненавидеть соседа. Вот что было новым для них. И это шокировало их. Они не считали, что эти вещи так взаимосвязаны. Здесь Иешуа поднимал уровень любви к своему ближнему на более высокий уровень. И это является крайне важным. Он также расширил пределы того, кто такой ближний. И это мы находим в Луке 10 главе. Лука 10 глава с 29 стиха он расширил наше понимание о ближнем говоря притчу о добром самаритянине. Тот, кому бы мы помогли в любой ситуации. Мы должны быть близкими всем, regardless of race, nationality или социальной класса. Ближний может оказаться любой, несмотря на расу, национальность, несмотря на любые различия. И это был новый концепт, новая концепция для них в то время. Да, я люблю Бога, но мой сосед не такой уж, и люблю я его не так уж сильно. но Ишуа доносил им концепцию о том, что ты не можешь любить Бога, если ты не любишь своего ближнего. И это та концепция, которую мы и сегодня, к сожалению, упускаем. Да, я люблю Бога, я такой счастливый с Господом. Но вот этот человек, который рядышком со мной сидит, о Господь помилуй, как же я могу любить его? Мне не нравится, как он пахнет. Как мы можем это делать? Любить мы можем только через Духа Святого. Есть что-то, что мы должны помнить. нигде Библия Ветхий Завет не говорит возненавить своего врага. Нигде Танах не говорит возненавить своего врага. Но это стало традиционным мнением. Но Матфея в пятой главе в сорок третьем стихе Я это не вставил в свои записи, простите. 43-й стих пятой главы Матфея вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Но Танах никогда не использует такую фразу. И Иешуа отвечает им «Я говорю вам любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите и молитесь за обижающих вас и гонящих вас и будете сынами Отца вашего». Помните, да, мы сказали о том, что Господь хочет сотворить из нас сынов и дочерей. И это один из шагов. Любить врагов и молиться за тех, кто обижает вас. Тогда вы сможете стать детьми своего Небесного Отца. Потому что Он повелевает Солнцу Своему сходить и над злыми, и над добрыми. Вы заметили в своей жизни, насколько мы далеки от того, что по-настоящему учит Писание? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ешуа шокировал свою аудиторию. Я надеюсь, я тоже вас шокирую. Шокировать вас в отношении поразмышлять, подумать. Действительно ли я становлюсь сыном и дочерью Небесного Отца? Или я просто следую за потоком? Отличаюсь ли я? Являюсь ли я учеником? Действительно ли я позволяю себя обучать? В английском это слово ученик включает в себя также идею дисциплинирования? То есть позволяю ли я Богу изменять меня и дисциплинировать меня? Исправлять меня, чтобы я был изменен в Его образ? Чей образ являете вы? в чей образ вы преображаетесь? Что люди вокруг вас видят? Вас видят ли они Господа? Это было тяжелым посланием и революционным посланием в то время. и я считаю, что оно практически таким же и осталось на сегодняшний день, что на самом деле очень печально. это совершенно противоположно нашей естественной человеческой натуре. С нашей человеческой природой мы бы не делали этого, не любили так. мы так ведомы мыслями о том, как люди на нас реагируют. И, к сожалению, если кто-то ударит вас, вы, скорее всего, ударите в ответ. это физическая вещь, но это касается также других поступков, которые касаются людей, относятся к людям. Когда Писание говорит о любви, Любовь больше относится к тому, что мы делаем, чем мы думаем и что мы чувствуем. И Матфея 7 глава, 12 стих обычно производят так. И так во всем, что вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Здесь отмечено, что дела гораздо важнее, чем слова. что мы говорим, да, это очень важная часть, это важная часть, то, как мы относимся к людям. Но давайте еще прочтем Иакова вторую главу с 22 стиха по 26 стих. Иакова 2, 22, 26. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не веру и только. Подобно Ираав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Мы можем говорить, что мы любим людей, но говорят ли наши дела громче, чем наши слова? Это очень важно. Сконцентрировалась на делах и поступках. Она описана словами, которые использовал Ишуа. Обычно Ишуа использовал слово Ахаве, Ахапа. Которая включала в себя то, что ты должен быть очень аккуратным в том, как ты ведешь себя в проявлении своей любви. Иногда он использовал слово филио, которое включает в себя чувствование, чувства. Мы разберем это более подробно. Использование слова ненависть в Писании помогает нам понять само значение любви, которое используется в Писании. Оба и любовь и ненависть, они более относятся к поступкам. Относиться к кому-то очень плохо это равноценно слову ненависть. Относиться к кому-то благосклонно, по-доброму, оно относится к слову любить. Поэтому, когда Ишуа сказал любите друг друга, он подразумевал о том, чтобы являйте, проявляйте любовь, даже если это сложно в данный момент. Даже если человек, которому мы должны ее проявить, не заслуживает или он не отвечает взаимностью на наше чувство любви. Когда Павел писал письмо мужья возлюбите своих жен в Ефесянам 5.25, по-моему, он писал о том, что мы должны любить наших жен, относиться к ним любяще всегда, даже когда мы не имеем этого чувства внутри. Обычно, чем больше вы будете проявлять любовь, являть ее, тем больше вы будете чувствовать это чувство любви. Иешуа является идеальным примером любви, совершенным примером любви. И Виана, он говорит, новую заповедь даю вам, возлюбите друг друга. Иешуа говорит, даю новую заповедь. Что было нового в этой заповеди? И это заповедь написана в Виана 13 главе 34 стихе. Заповедь новую даю вам. И что было нового в этой заповеди? Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Точно так же вы должны возлюбить друг друга. Вот это было для них новая вторая часть этого стиха. Он дал им пример. Потому что очень легко сказать ой, любите друг друга, но как? И исследуйте в Писании как Яшуа проявлял свою любовь. Яшуа в Писании поставил высочайшие стандарты любви. Лука 6 глава. Лука 6 глава. Лука со стиха начиная начиная с 27 стиха по 38 по 38 и 27 по 38 стих. Но вам слушающим говорю любите врагов ваших благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставить другую и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай и отвзявшего твое не требуй назад. И как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас какая вам за это благодарность ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем которые вам делают добро какая вам за это благодарность ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем от которых надеетесь получить обратно какая вам за это благодарность ибо и грешники дают взаймы грешникам чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов И благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. По 36 стих. Нет, давайте до 38-го. Вот вам библейский стандарт. Вот стандарты Ешуа. Посмотрите на этот список. Задайте себе вопрос. Насколько я исполняю этот список? Ешуа поставил нам очень высокие стандарты. Мы должны выполнить их максимально, как только возможно. Мы не хотим много прилагать усилия. Мы хотим сделать минимально, как только можем. И очень быстро мы начинаем думать, о, я достаточно уже сделал. Мы не готовы делать больше. Ишуа дал нам свои инструкции. И дал нам идеальный пример. Являйте любовь больше, чем мир может увидеть. Писание говорит нам, что он оставил всю славу небес и пришел в человеческом обличье. И филиппийцам вторая глава с 5 по 11 стих. Филиппийцам вторая глава с 5 по 11 стих. Он желал это совершить для нас. Что мы готовы совершить для него. Вторая вещь. Нет, про вторую поговорим после перерыва. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!